Профессиональный праздник для любого человека – это возможность в очередной раз осознать свою причастность к нелегкому, но такому любимому делу. В Национальном университете Одесская юридическая академия День юриста отмечают на протяжении 24 лет, с того момента, как он был официально установлен указом президента Украины Леонида Кучмы. В честь праздника ежегодно в стенах вуза поздравляют и награждают выдающихся юристов со всей страны. Побывала на праздновании и съемочная группа телеканала «Репортер». Профессия юриста интересная, почетная и ответственная. Таково мнение всех, кто связал свою жизнь с юриспруденцией – от мудрого, опытного судьи, адвоката или профессора до юного студента, получающего эти знания. Торжественное празднование по случаю Дня юриста в ведущем вузе страны Национальном университете Одесская юридическая академия началось с приветствия его президента Сергея Кивалова. Я, знаете, хочу вам сказать, что это очень важно, что мы сегодня находимся в этом зале, и этот праздник сегодня поддерживают будущие юристы. Я смотрю в этот зал и вижу студентов наших, студентов, которые сегодня выбрали эту специальность правоведения, и бакалавров, и магистров будущих, докторов философии, и докторов наук, профессоров. Это тоже наш праздник, потому что мы готовим юристов. Я хочу вам сказать, что Одесса всегда отличалась хорошей школой, и мы делали все для того, чтобы и наша частица труда находилась и в столице. Официальный праздник был установлен в Украине согласно указу президента Украины о Дне юриста в 1997 году. В поддержку инициативы Министерства юстиции Украины, Союза юристов Украины, Союза адвокатов и при самом активном участии лично президента Национального университета Одесская юридическая академия Сергея Кивалова. И дата была выбрана не случайно, так как 8 октября в 1016 году киевский князь Ярослав Мудрый издал первый свод законов «Русская правда». Теперь этот день объединяет всех представителей юридической профессии. В том указе президента, который был подписан 24 года назад, зафиксировано, что для того, чтобы объединить всех юристов, президент на то время Леонид Данилович Кучма подписал соответствующий указ, и мы отмечаем этот праздник, собираемся все вместе. Не секрет, что по разным специальностям, это и судьи, и прокуроры, и адвокаты, и нотариусы, и юстиция, они имеют свои профессиональные праздники. Но в этот день мы все вместе. Это очень важно. Мы в свое время убеждали президента Украины, чтобы он подписал такой указ для объединения всех юристов. И у нас это получилось. По случаю праздника заслуженный юрист Украины, президент Одесской юридической академии Сергей Кивалов, вручил почетным гостям знаки отличия Совета представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Поздравить коллектив юракадемии собрались народные депутаты Украины, руководство Одесской областной государственной администрации, Одесского областного совета, Союза юристов Украины, Совета адвокатов Одесской области, судебной ветви власти, областной прокуратуры, Главного управления национальной полицией в Одесской области, Южного межрегионального управления Министерства юстиции в Одесской области, Государственного бюро расследований, Южного офиса государственной аудиторской службы, а также духовенства. Я думаю, что, во всяком случае, юридическая наука в нашем регионе будет во многом объединяться вокруг юридической академии. Это, наверное, именно вот эта часть реформы, она правильная. От всей души поздравляю Сергея Васильевича, от всей души поздравляю весь коллектив, всех высоких уважаемых гостей. Для меня большая честь быть сегодня в вашем кругу. Позвольте мне от имени Одесского областного совета, совета от себя особисто, приветствовать вас с Днем юриста. Раден быть присутствием сегодня в этих стенах. Среди людей, которые выбрали шлях, обеспечить закон, защищать наши права и развивать правовую основу Украины. Быти юристом – это большая честь и большая ответственность. А для обеспечения прав и свобод каждого гражданина, обеспечения демократического правового общества, безусловно, залежат саме от вас. Я уверен, что ваша принциповость и активная гражданская позиция всегда поможет вам оставаться на бою закону и справедливости. Все мы родом с нашей альмамадой, все мы родом с юридической школы и все мы очень счастливы, потому что мы имели возможность получить такую невероятную область. Мы должны понимать эту ответственность, которую на нас накладывает целый свет. Я очень рад, что мне была такая честь приветствовать вас в профессийный праздник, святом. Хочу вам побожать профессийный, достигший задушку в родине, а также всех благ. Еще раз приветствую вас в профессийный святом. За 25 лет ВУЗ смог возродить славу одной из сильнейших в нашей стране Одесской школы права и создать самую современную инфраструктуру в Украине. Мне не удалось, к сожалению, получить юридического образования, хотя желание такое было. И даже я был в свое время в шаге от поступления в юридическую академию про второго образования. Но, к сожалению, не сложилось. Я очень рад и горжусь, что среди тех людей, которые сегодня были в зале, я действительно этим горжусь, очень много моих друзей, среди высококвалифицированных, выдающихся юристов нашего региона. В первую очередь, конечно, это Сергей Васильевич Кивалов, основатель юридической академии, ее бессменный президент. На сегодняшний день юридическая академия – это центр юридической науки нашей страны. Университет, который динамично развивается, университет, который демонстрирует, несмотря на все проблемы с нашим образованием, очень хорошую динамику во всех показателях. Еще раз хочу раз поздравить Одесскую юридическую академию, весь преподавательский состав, всех юристов с праздником, с Днем юриста. Пожелать развития академии, пожелать всем огромного здоровья, благополучия семьям. Впечатление, которое произвело, я первый раз, на самом деле, в сценах юридической академии, мне очень понравилось. Все очень достойно, очень на высоком уровне. И благодаря Сергею Васильевичу Куалову, то, что он человек, который ставит перед собой цели, добивается их, поэтому существует на сегодняшний день такое заведение, такая юридическая академия у нас в Одессе, и на самом деле заслуживает большого уважения. Для многих присутствующих в этот праздничный день в актовом зале Одесская юридическая академия – это альмаматор, где они получили глубокие знания, ставшие основой их профессиональной деятельности. Председатели судов по личному опыту знают о качестве образования, которое получают здесь студенты, поэтому всегда идут навстречу в вопросах прохождения стажировок и дальнейшего трудоустройства молодых специалистов. Мне кажется, востребованность профессии юриста нельзя делить на вчера, сегодня и завтра. Это вечная профессия, и те страны, которые, вот как Украина, которые сейчас развиваются активно в области генерирования каких-то государственных идей, вне всякого сомнения, они нуждаются в самых высококлассных юристах. И этих высококлассных юристов нам может подарить университет Одесская юридическая академия. Пятый апелляционно-административный суд всегда принимает практикантов, всегда принимает выпускников, но при одном условии. Если они, конечно, пройдут конкурс, но как показывает практика, студенты и выпускники юридической академии всегда проходят конкурс лучше всех, и это превосходно. Большинство, подавляющее большинство сотрудников – это выходцы из нашей прекрасной альмаматора. Много вузов в нашей стране, их 300, да? А лучше что? А лучше один. Лучший один. И вы знаете, почему берем их на работу? Потому что они лучшие, потому что они ответственные, потому что у них горят глаза. И я сегодня вот услышал, Сергей Васильевич сказал очень важные слова. Сто процентная работа. Это очень важно. С юридической академией сто процентная работа. Эти слова нужно запомнить, и молодым ребятам нужно пользоваться. Я доволен, что я вышел именно из этих стен. И сегодня очень много юристов, которые учились в этом прекрасном заведении, прославляют академию в нашем регионе, в нашей стране, далеко за пределами нашей страны. Я думаю, так держать. Это прекрасный праздник. Нам здоровья, процветания. И я думаю, что еще очень много побед будет у нашей академии. В Украине нужны высокообразованные юристы. Готовить таких специалистов, растить настоящих профессионалов своего дела с высоким потенциалом, именно такую цель поставило перед собой руководство Одесской юридической академии. Благодаря чему сегодня ВУЗ является флагманом в сфере высшего образования. Более 20 лет назад университет первым в Украине начал подготовку профессиональных адвокатов и несколько лет назад подписал меморандум о сотрудничестве с Национальной ассоциацией адвокатов Украины. А по случаю дня юриста, преподаватели университета были удостоены почетных знаков отличия Национальной ассоциации адвокатов Украины, защитник адвокатуры Украины и знака отличия третьей степени. Мы, как члены Совета адвокатов Одесской области, которые непосредственно выдают свидетельства новым адвокатам, можем с уверенностью сказать, что выходцы из академии, из Одесской юридической школы, пожалуй, одни из лучших представителей адвокатуры. Академия привлекает очень много практиков, юристов-практиков. Ведут лекции не только преподаватели, доктора наук, кандидаты наук. Привлекаются и работники различных сфер профессиональной юридической деятельности. Здесь присутствуют все сферы правовых направлений, начиная от прокуратуры и заканчивая юристами, которые не специализируются в каком-то глубоком направлении. Поэтому можно сказать, что праздник, который ранее был отмечен президентом как государственный, он все-таки отвечает востребованности, а профессия юрист в нашем государстве более чем востребована. Мені дуже приятно отримати цю нагороду. Ця нагорода нова, її введена цього року в Національну асоціацію адвокатів України. Вона має назву «Захисник адвокатури». Я працюю, стала адвокатом у 1998 році, того ж року приступила до адвокатської практики. А сегодня, когда я переважно занимаюсь подготовкой наших студентов на факультете адвокатуры, на других факультетах и занимаюсь науковой деятельностью, испытанием адвокатуры, это для меня необычная нагорода. И я считаю, что это результат пледной співпрации между Національной асоціацией адвокатів України и Национальной университетом Мадейской юридической академии. К праздничной дате аналитики из сферы юридического образования подготовили важную информацию. Так, в США один юрист обслуживает 94 человека, в других странах 100-120 человек. В Украине же один юрист приходится на 7,5 тысяч человек. Но вот парадокс, в нашей стране юристов готовят почти 300 вузов. Для сравнения, в США юристов готовят 200 вузов, в Германии 42 вуза, в Польше 60. Говорить сегодня, что 300 высших учебных заведений готовят юристов, ну и все об этом знают. Но настоящих юристов, конечно, готовят в нашем университете. И настоящие юристы, они конкурируют на большом рынке юристов, и они всегда являются первыми. Потому что получить диплом нет проблемы, сегодня его можно даже купить, к сожалению. А вот получить хорошие знания, сегодня многие вузы, ну, не дотягивают до этого. Вот мы не упрощаем учебный процесс, поэтому у нас уровень подготовки очень высокий. А отсюда практически все выпускники нашего высшего учебного заведения трудоустроены. Вот это, наверное, самое главное показание. Сегодня выпускники Одесской юрокадемии работают практически во всех органах государственной власти, местного самоуправления и правоохранительных органах. Заключены договоры о сотрудничестве с Генеральной прокуратурой Украины, Министерством юстиции Украины, Министерством инфраструктуры, ведущими адвокатскими объединениями и нотариальными конторами. Выпускники также строят успешную карьеру в Государственном бюро расследований. Это мой третий фактически навчальный заход, который я добиваю освіту. Можу сказать, что в Одессской юридической академии, как подготовка кадров, навчально-викладательский склад и инфраструктура на самом высоком уровне. Поэтому могу лишь благодарить за такую подготовку и всем желающим навчаться в этом навчальном закладе, не думать, а брать и идти сюда для навчания и добивания освіти. Я очень благодарна, что иногда меня пригласят, как начальника миграционной службы, прочитать по тематике моей работы лекции для студентов. Я вам хочу сказать, что это самые лучшие стены для навчания, для продвижения профессии. И мне всегда приятно видеть отклик в очах студентов. Студенты, которые приходят на работу, на службу, и которые закончили юридическую академию, это всегда 100% очень освещенные фаховцы. Они уже готовы фактически працювать. И я понимаю, что это, про что я и говорю, что это вклад человека, которая смогла объединять профессиональных выкладчиков. Множество почетных наград члены профессорско-преподавательского коллектива Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета получили и от Союза юристов Украины. Национальный университет Одесской юридической академии был удостоен высокого звания «Лидер в сфере юридического образования-2021». Также преподаватели вуза стали лауреатами в области юридического образования, получили звание ученых года, выдающийся научный деятель, юрист года и были награждены почетными знаками отличия Одесской областной организации «Союза юристов Украины», а также почетными грамотами. «Сам знаю лично Сергея Васильевича Кивала как прекрасного ученого, как деятеля с большой буквы, который посвятил себя своему вузу, является его родоначальником и действительно вложил, если не всю жизнь, то большую часть своей жизни в восстановление Одесской национальной юридической академии. И, конечно, я ему благодарен за то, что он меня пригласил и благодарен союзю юристов, который меня делегировал сегодня представить нашу прекрасную организацию и благодарен всем вам за возможность быть среди вас». «Я хочу привітати всіх, хто обрав, як мету свого життя, утверждение справедливости, утверждение идеалов ревности, идеалов свободы и служения закону. Хочу висловить величезную подяку за оценку моей работы. Хочу сказать, что в Национальном университете Одесская юридическая академия готуют найкращих фаховців, которые, я вважаю, займут гидные ряды среди юридической элиты нашей страны». «Союз юристов наградил меня как ученый року. Я очень рада и благодарна за такую оценку, потому что мы работаем каждый день, работаем без выходных. Работа ученого, она не с 8 до 6, она круглосуточная. И на выходных, наоборот, на отпуск назначаешь себе наиболее какие-то глобальные статьи и исследования. Поэтому мы работаем много, но и, конечно, любим, когда нас награждают. Ученые года очень приятно. Наша миссия университетских преподавателей – все-таки давать ту теорию, риск. Студенты ее не всегда любят, потому что считают, что самая главная практика, какие-то нюансы, заявления и так далее. Но я вам точно скажу, как тоже практикующий юрист и адвокат, что теоретические знания на практике не восполняются. Их надо получать вовремя, а именно в стенах юридической академии. Я очень рада, что причастна к этому празднику и к этим красивым стенам, где дают действительно хорошее знание. Всех с праздником». Кроме того, Национальный университет Одесской юридической академии стал центром повышения квалификации для представителей многих юридических профессий со всех регионов Украины. Здесь проводятся семинары и мастер-классы для адвокатов, нотариусов, судебных экспертов, частных исполнителей, детективов Государственного бюро расследования. «То, что создал Сергей Васильевич, это, конечно, просто огромный пример для подражания во всем мире. Такой огромной системы юридической образования нет, скорее всего, нигде в других странах. И, конечно, Сергей Васильевич берет все максимально возможное и самое лучшее в других городах, в других образовательных системах. Мне очень приятно слышать, что приезжают и сюда, и с Америки, и с Европы, что преподаватели дают мастер-классы и профессора высокого уровня. Поэтому это очень хорошо, когда люди объединяются вот здесь, вот в этих стенах. И самое важное, что не только одесситы учатся здесь, что дети с разных городов с высокими оценками ПЗНО приезжают в Одессу и потом смогут развивать наш город». Высокие достижения членов коллектива по случаю Дня юриста также были отмечены почетными наградами и грамотами блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Ануфрия и митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. «Сегодня Святая Церковь чтит память преподобного Сергия Игумена Радонежского. Это Ваш небесный покровитель, имя которого Вы носите. И я хочу и от Владыки Митрополита, и от себя лично, и от всей детской партии поприветствовать Вас с этим знаменательным днем, как для верующего человека. Это очень важный для Вас день. И хочу пожелать Вам многих благословенных лет жизни, и чтобы мы еще долгие-долгие годы были рядом с Вами». «Сегодня праздник для всех нас, потому что каждый из нас, миллионов сограждан пользуются услугами юриста когда-нибудь в своей жизни. И тем более сейчас эта профессия очень важна, потому что много беззакония, много произвола, много неправильных решений. И мы молимся о том, чтобы наша прославленная Одесская национальная юридическая академия воспитывала юристов с очень высоким уровнем морали, достоинства, совести. И это так и происходит, потому что я очень много лет знаю Сергея Васильевича Кивалова, его коллег и многих выпускников академии. Да, это люди особые, потому что здесь особое нравственное воспитание». Очень почетно для членов профессорско-преподавательского состава, а также сотрудников и студентов ВУЗа было получить награды от президента университета Сергея Кивалова. Среди них почетные знаки отличия Совета представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений, ордены Святой Мученицы Татьяны 2-й и 1-й степени, именные часы президента ВУЗа и почетные грамоты. «У нас в университете учатся самые умные, перспективные, талантливые студенты. Мы – будущее страны». «Почему многие студенты выбирают именно право? Потому что сейчас, в данный момент, в Украине, на самом деле, это очень востребовательная специальность, а тем более те знания, которые дарит юридическая и дает студентам юридическая академия, не дает ни один ВУЗ нашей страны». Студенты Национального университета Одесская юридическая академия покоряют вершины не только в науке, но и являются предметом гордости для нашей страны в спорте. Ведь в этом ВУЗе точно знают, что юрист должен не только в совершенстве стать законодательства, но и быть физически активной, творческой и всесторонне развитой личностью. «Студенты вашего университета и юридической академии не так давно, буквально 4 дня назад, вернулись со всеукраинских мероприятий. Это состязание среди студентов по преодолению препятствий. Степан и Виктория в общем зачете среди всех регионов Украины заняли подчеркс на друге место». «Тут спорт очень сильно поддерживается, и нам постоянно дают возможность показывать свои таланты, свои умения и дают возможности их развивать». «У нас есть отличные возможности, чтобы готовиться постоянно. И вот мы с первого курса на различных кружках и футбол, и баскетбол, и борьба, и бокс готовимся, и всегда студенты поддерживают свою форму». Для студентов университета стало большой честью получить почетные грамоты и награды от президента университета. Учиться в Одесскую юрокадемию приезжают молодые люди со всей Украины, чтобы получить самые качественные знания, которые невозможно получить ни в одном другом вузе страны. А от Одесской областной организации Союза юристов Украины студентам вручали специальное звание «Лучший студент-юрист-2021». «Я безмерно рада быть частью огромной семьи Национального университета Одесской юридической академии. Я поздравляю всех юристов с профессиональным праздником, с Днем юриста Украины. И искренне желаю всем, чтобы все дела были успешными, чтобы все студенты нашего университета нашли себя, нашли свое призвание в публичном праве или в частном праве, чтобы у всех все получалось». «Я благодарен руководству, благодарен в особенности Кивалову Сергею Васильевичу за предоставленное доверие и очень приятно получить благодарность за свою определенную работу». Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом, который подготовили талантливые студенты Центра культуры Одесской юрокадемии. Вокальные композиции, танцевальные постановки никого не оставили равнодушными. «Все мне немного надо, хочу, чтобы были рядом, любим мы ей и вся моя родня». Один из главнейших принципов нашей Конституции – верховенство права. И кто, как не юристы, должен стоять на защите этого фундамента, который формирует наше государство. Юридическое образование – один из важнейших аспектов сегодняшней Украины. Потому роль вузов, которые готовят таких высококлассных специалистов в этой области, трудно переоценить. Я искренне поздравляю всех юристов нашей страны, всех юристов нашего края, нашего города Одессы. Хочу, наверное, самое главное пожелать, чтобы они все были здоровы, чтобы они были успешны, чтобы у них была перспектива и было будущее. Я хочу, чтобы Господь благословил всех юристов, потому что они делают большое дело. Они разрешают многие вопросы, которые возникают в любом обществе. Это работа настоящих юристов. Многие выпускники Национального университета Одесская юридическая академия достигли значительных успехов в карьере и прославили родную альмаматор не только в Одессе, но и на всей территории Украины. Это поставило качество юридического образования и диплом Одесской юракадемии в один ряд с дипломами лучших университетов мира. Продолжение следует...